Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик удилищ Нарстрима. Говорить мы будем о самом бюджетном, самом универсальном, самом-самом-самом удилищем для начинающих и для тех, кто еще не определился какой типаж спиннинга мы необходим, мы поговорим о серии branch. Что такое branch? Давайте начну с модельного ряда. В модельном ряде у нас 9 спиннингов, длины 3 модели 662, то есть соответственно 1,98 мм, 3 модели 762, 2,29 мм и 3 модели 8,32 мм. Это длина у нас 2,51 мм. Почему так? Что это? Все branch максимально заточены на универсальность. Я прекрасно понимаю, что сейчас начнутся там крики и вопли, что ничего универсального не бывает, что в любом случае для чего-то лучше, для чего-то хуже. Абсолютно согласен, даже не буду спорить. В любом случае строй, жесткость, длины, вот в этой серии, мы как бы, я очень со многими разговаривал, причем разговаривал в основном в регионах, потому что палка очень бюджетная, то есть цена вопроса от 2,5 до 3 тысяч рублей. И естественно в первую очередь это вот пойдет в регионы, там где рыбы еще есть, там где рыбы много и там где луют ее по-разному. Так вот я очень много говорил, и мы все пришли к выводу, что строй нам нужен, скажем так, средне-быстрый во-первых, во-вторых, при средне-быстром строе вершинка должна быть относительно жесткой для своего теста, ну и соответственно в третьих вот этот вот подбор длин, на наш взгляд он оптимален для разного вида ловли. Например, у меня в руках сейчас 6-6-2, 6-6-2, бранч, ол-раунд, значит какие у нас есть тесты? 5-21, 7-28 и 10-40. То есть вот эта длина закрывает основные тесты для ловли на вращающиеся блесна, это соответственно 5-21, там некрупные колеблющиеся, легкий джиг, правда легкий джиг снизу начинает бесполезный, 5-и там не будет точно, но вот там грамм с 8-10 вполне можно. Следующий 7-28 наиболее средний универсальный тест, который позволяет нам работать в достаточно широком диапазоне, ну и 10-40. 10-40 к вертушкам, джигам, колебалкам вполне себе добавляется еще и твич, опять же из-за строя, то есть если мы внимательно посмотрим, вот у меня в руках как раз 10-40, вершинка не мягкая, при этом средняя часть немножко смягчена, и поэтому мы совершенно спокойно даже короткими удилищами делаем довольно дальние загрузы, дальние и точные. В чем секрет, почему дешево? Все очень просто. Комель композит, то есть здесь у нас стекло и графит, вершина графитовая, основное отличие от довольно популярной серии сейчас у нас Envik 2, эта палка чуть подешевле и основное отличие в следующем, у Envik чуть более выражен строй. Здесь как раз вот этот среднебыстрый строй, который самый-самый-самый универсальный. Все-таки в Envik, если покопаться, можно найти модели, которые ближе к джигу, которые ближе, скажем, к твичу, которые ближе к вращающимся блесным, упористым экранкам. Здесь этого нет. Соответственно, вторая длина 762, тесты, которые у нас есть 521, 728 и 1040. Для чего, почему и как? Все очень просто. Это модели сделаны в качестве самых универсальных, то есть 76 длина позволяет ловить с лодки, она позволяет делать заврос подальше с берега и, соответственно, рассматривать как единую палку лодка берег вполне себе нормально подходит. Следующая длина 83, 83 это уже ближе к береговику. Строй немножко отличается, то есть те же самые, то же самое среднебыстрый, но там немножко другая идет раскладка по нагрузкам для того, чтобы делать максимально дальний заврос. То есть, с одной стороны, строй как бы универсальный, с другой стороны, он немножко больше оптимизированный на поддальник, при том, что вершинка, как я уже говорил, достаточно жесткая. Это не чисто джиговые серии. Для джигов у нас есть альянса там и все остальное. То есть, это именно универсал. Поехали мы куда-то, у нас с собой набор воблер, вертушка там, джиг, что-нибудь еще там, различные варианты, в одно поводок, например. И мы не знаем, на что мы будем ловить и как будем ловить. И палка у нас, в принципе, одна. 83 тесты немножко другие, 521, 83 длиннее делать я не стал, не вижу смысла никакого. Дальность заброса не увеличится по сравнению 76. То есть, у нас 728, 1040 и уже ашка. Ашка у нас получается по тесту уже 1550. То есть, что получается? Мы всей серии закрываем диапазон самых популярных тестов у спиннинга от 521 до 1550. Говорить, наверное, о том, что это сверхчувствительное удилище, идеальное, которое может поспорить с более дорогими, скажем так, конкурентами и неконкурентами, я не буду. Понятно, что это бюджет. Понятно, что ждать от него чудес не приходится. Но чувствительность у него достаточная вполне. То есть, проводку там вертушкой, например, и при правильно выбранном тесте вы почувствуете однозначно. Поклевку вы тем более почувствуете. Ну и плюс ко всему, давайте понимать, раз удилища в первую очередь ориентированы на новичков, то они достаточно прочные. То есть, вопрос прочности тоже уделялся, вопросу прочности уделялся достаточно серьезное внимание. По рукояти. Рукоять старались сделать оптимально удобной. Рукояти, с одной стороны, не длинные, с другой стороны, их длина вполне себе позволяет делать двуручный заброс. И понятно, что чем длиннее удилище, тем длиннее рукоять. Держак ставит китайц, копия ВСС. Кольца. Кольца мы не стали ставить, большие кольца входные. Я не вижу смысла, если честно. Плетенки нынче даже у новичков достаточно тонкие, и двадцатки вполне хватает. Это вопрос не экономии, никакой там разницы в цене, ее нет, по сути. Это именно вопрос концептуальным использованием. То есть, во-первых, кольца Уайки, это, пожалуй, слабое-слабое звено, но у нас была цель попасть в определенные деньги. Поэтому кольца Уайк старой концепции, фуджевской, начинается с двадцатки, ну и, соответственно, все серии 7 колец по длине. По весам. Спиннинги, в принципе, не пушинки, но и не тяжелые. 66-е, самый легкий, весит 117 грамм, самый тяжелый, 83-й, весит 150 грамм. В принципе, еще там, наверное, лет 10 назад, такие веса были вполне нормальные для топовых палок. Сейчас уже, естественно, нет, сейчас пошло облегчение, но вот как бы получилось, что получилось. По сути, если подвести коротко резюме, что могу сказать? Это именно универсальная палка для новичка, либо для того, кто не знает, на какие приманки он будет завтра ловить на рыбалке. Вот. Максимально бюджетная, надежная, но при этом это не дубовость, никакой дубовости нет. Это не глухость, то есть палка не глухая. И главное, что она очень, скажем так, по-английски это friendly ориентированно, но мы сейчас по-английски у нас не тренд. Вот. Поэтому она очень дружелюбна к забросу. То есть, в принципе, все удилища этой серии, если их использовать с весами, которые прописаны по тесту, они очень легко позволяют сделать заброс. Ну и, как я уже говорил, самое-самое главное, на мой взгляд, это строй. У нас нет смягченных вершин, которые, скажем так, при упористых приманках заваливаются, которые не просекают рыбу, особенно, когда ты ловишь на джиг, которые не всегда удобны для некоторых видов проводок. Вот этого нет. Именно концепция безотказности, максимальной универсальности, ну и, соответственно, минимально возможной цены для того, чтобы вершина была графитовой, комик-композитовой. Наверное, на этом все. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Вконтакте, на Росфейшинге меня вполне можно найти, да и под этим видео я буду там первые, как минимум, пару месяцев точно отвечать на все. Есть вопросы, не стесняйтесь. Всегда все, что знаю, отвечу. Все. Всем пока. До встречи на воде. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok